Я создал люксовый бренд шоколада The Roast Limited. Это шоколад ручной работы с опцией доставки, интернет доставкой в любую точку мира. Вот вы видите, это самый дорогой уже продукт в мире, это 14 тысяч долларов. Продукт имя дали Gargantua. Этот продукт состоит из вулканического стекла, он полностью черный, как черная дыра в нашей селенной, как и в любой селенной, вокруг чего крутятся все небесные тела. Здесь золото 585-й пробы. Внутри конфеты, они определенной геометрической формы. Это называется платоновые тела. И этот продукт создался с восхищением красоты трех великих икон эпох мирового кино. Малин Монро, Адри Хёберни, Вивенли. Если это продукт отечественный, почему вас не вдохновила Роза Рымбаева или Биби Гультулигенова? Они не так красивые? Это очень интересный вопрос, мне нравится. Мы запланировали выход на западные рынки. Люди, которые разделяют мои ценности, они на западе. Из чего складывается цена Гаргантюа? Почему такая высокая? Ты что-то создаешь, да? Ты по сути из неодушевленного делаешь одушевленное. Ты туда влаживаешь свою душу. Ты потратил время, придумывая. Ты потратил усилия, создавая. Ты вдохновлялся. Получается некий продукт, он стоит время, энергию и внимание. Есть определенная цена, ради которой я готов расстаться с моим дитям. Вот это вот другая коллекция. Ее имя Стелланова. С латинского переводится как «новая звезда». Каждый человек, который покупает, ему дарится звезда на моем веб-сайте. Я считаю, это очень приемлемая цена. Есть Гаргантюа. Это черная дыра. Есть новая звезда. И сколько такая новая звезда стоит? Ну, с учетом того, что доллар растет, она 243 доллара стоит. Здесь также есть патронное место, то, что я спрятал. Это для тех, кто купит. Я покажу вам эксклюзивно. Здесь повязка. Получается, если парень подарит, он может девушке глаза закрыть и подарить. Это вызовет чувство, эмоции, я уверен. Кто-то уже в Казахстане у нас покупал или, может быть, есть какие-то у вас заявки на приобретение этих компьютеров? Да, заявки есть. Просто я также имею ценность того, что шедевры искусства, создаваемые брендом, не будут превышать тысячи экземпляров. Получается, мы восхитились красотой. От этого исходит ценность, что если красота доступна, представьте красивую девушку, которая доступна всем. Это правильно? Нет. Если она недоступна, она становится Афродидой. А где Афродида гуляет? На Олимпе. А люди, которые могут себе купить, это полубоги или боги. У вас очень богатые родители? Я знаю этот вопрос. Я родился в Махеньке, в 5 лет я пас баран.